Всем привет, добрый день! Познакомлю немножко вас, покажу образцы покрасок. Поэтому посмотрите, будет, я думаю, интересно. А вот это бетон, вот этот переход, видите, вот, разница. Холодным вот таким серым цветом мы выделяем от основного камня вот этот кантик, видите, мы его отделяем. И добавляем его немножко в основной камень, чуть-чуть. Для чего это делается? Чтобы немножко соединить эти цвета. Покрасить под гранит. Смотрите, на вот этот светло-теплый, скажем, серый оттенок, светло-тепло-серый, мы даем следующий слой, это под кисть. Это вот столько охры, смотрите, и вот белого. Такое количество белого. Все. Теперь это мы вымешаем. Тепло-серая подложка, потом охра с белым мешается, потом вот это следующее черное. И вот что у нас получается. Видите? Слепо меня? Да, да, да. Слепо меня? Слепо меня? Слепо 생겼о. Продолжение следует... И очень важно, обязательно следите за тем, чтобы слой ложился равномерно, чтобы не было пятнами. Только идет пятно, все, это брак. Старайтесь, чтобы было сглажено. Здравствуйте. Не затопило ватку, да? Да, вроде нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все будет четко, красиво... Не краска, а качество... Все по технологии, ребята... Соблюдайте технологии и потом... Крайних не будет... Вот заборчик наш... Очень объемный... Расход материала примерно 350-400 грамм на квадратный метр... В два слоя... Компрессором... Потом кистью набираем... Такая покраска... Всем понравилась покраска вот этого камня... Все то же самое... Так же само работаем... Можете настраивать компрессор, если у кого-то есть... Продолжение следует... На минимальных этих... На минимальном там давлении с того ресивера... Выбирайте потихонечку и брызгайте компрессором... Кому нравится... Я чувствую это больше, когда делаю кистью... С помощью... Тех инструментов... Которые вы видели... Такой камушек, смотрите... Тут в основании у нас лежит... Примула... Примула это... Светло-такая коричневая... С охрой... Смотрите... Вот... И потом потихонечку... Осветляем... Добавляем черного... И... Получаем результат... Смотрите... Это покраска камня... Здесь в основании у нас идет... Черный шоколад... Потом на тон ниже... На тон ниже... Немножко красноты... Охры... Третий номер... И белым... Видите... Вот эти места... Вот эти мы выделяем... Кистью полусухой... Это близко, да? Я вам показываю... Смотрите... Мы отходим... Вот... На расстояние... И... Оно выглядит... Я думаю... Неплохо... Как... Улицы... Пять лет... Вот такая вот... У нас... Такие цвета и сохранились... В принципе... Серая всегда работает... Холодная... С теплыми тонами... Вместе... Давайте я вам покажу... Опять же... Смотрите... Все цвета гармоничны... Коричневый... Красно-коричневый... Бежевый... Охра... Серый... Все работает... Чем объемнее камень... Тем интереснее в покраске он смотрится... В итоге... Смотрите... Этот камень я вырезал... Каждый камень... Я вырезал... Делал руст... Шов... Перевязка... Видите... Классическая... Серединка... И каждый камень я... Вот это вот... Все эти впадины... Ручку руками... Вот это все вырезал... Все... И опять же... Чтоб не отходить от... Общего плана... Все... Сводится... К серому... Частично... И как раз... Десять... Прямо... Вот это... Вот так... Такая... Вот... А где... Доллар... Что... Вот... Видите... Камень... Кидался... Потом... Отдельно... Выделяли... Плоскость... И... Края... Рязаком... Вот... Все подрезано... Вот так... Вот... и опять же рядом с серым ну вот по границе такие факелами, видите, вот, практиковали тоже такая роспись, но тут больше даже не серого, а черный, фиолет и белый, и роспись белой кистью вот на контрасте тоже, смотрите, какие цвета, варьировать можно, использовать любые методы, методики, главное овладеть ими, это все приходит со временем, я тоже не взял и не стал красить именно так, как вот, я красил 5 лет назад, 10 лет назад немножко по-другому, смотрите, опыт Сань, ты их еще можешь понюхать, что так на колонне камень какой, видите, и вот он переходит потихонечку, вот в такой серый, вот такие у меня тут атланты это в помещении, посмотрите, как работает лак, как из натурального материала, работа надеюсь, его напарник, чтобы не было тяжело и грустно опытный, видите, имеет бородок это камень, который делается очень просто и легко кидаешь, видите, даже, вот это все это за счет кидка, броска взял в руки раствор и кинул вот только кинул, вот это его история, вот она, смотрите вот, и ты потом оно подсыхает, ты затираешь края немножко, и в покраске вот эти места выделяешь светлым, а тут оставляешь компрессор вот темным, который мы дули оно остается, ну, глубина остается, видите мы туда не достаем, вот и просто и в процессе сам камень делать легко и в покраске тоже достаточно вот тоже вариант камня, но шикарная покраска и очень эффектно смотрится сам камень, видите у меня, правда, мастер-класса когда я делаю, ну, видео у меня нету люди просят, ну будет вариант обязательно сделаю и покажу этот камень он очень практичный смотрите вот такая покраска вот смотрите камушек, которые я показывал делал мастер-класс люди спрашивают а можно, пожалуйста, мастер-класс по конструкции камня все есть просто листайте, ищите там в видео есть архив и найдете там все прописано и указано вот такая покраска у нас потом здесь, смотрите, видите здесь кистью мы не работали здесь просто вот кроме того камня здесь вот здесь мы сделали вариант такой пол этот мы добавляли красители сюда вот вот это серый бетон еще сделаю мастер-класс покажу, как расписать и этот лозон я что хотел показать быстренько я вам показал вариантов покраски очень много подписывайтесь спрашивайте не стесняйтесь поможем чем сможем спасибо спасибо